План строительства нового жилого микрорайона в Вологде впервые вынесли на обсуждение общественности. Такую встречу организовали администрация города, компания-застройщик микрорайона «Зеленый город» и группа молодых архитекторов. Какие предложения вынесли в Вологжане, расскажет Юлия Савинцева. Большие парковые зоны, безопасная территория и удобные квартиры. Таким будет новый микрорайон «Зеленый город». Он появится в границах улицы Ильюшина, окружного Ленинградского шоссе. Сейчас процесс застройки уже начался. Первый дом планируют сдать в четвертом квартале 2015 года. А в течение ближайших лет в новых жилых кварталах, расположенных на 35 гектарах земли, смогут справить новоселье более 10 тысяч вологодских семей. Этот район семейный. В нем можно жить с детьми, в нем можно гулять с детьми. У него много спортивных площадок, зеленых зон, велодорожек. В нашем районе мы планируем место под школу и детский сад. Специально оставляем, чтобы они были построены. Все нюансы проекта «Зеленый город» авторы идеи рассказывают в подробностях. Ведь в зале их коллеги – молодые архитекторы, которыми реализовано уже немало городских проектов. Впервые компания «Застройщик» вынесла свой проект на обсуждение общественности, чтобы сделать новый жилой район максимально комфортным для людей. Строители уже собрали мнение потенциальных жильцов этих новостроек. А теперь к работе подключилось и профессиональное сообщество. Мы как раз считаем, что вовлечение молодых архитекторов, которые закончили университет, год-два, у которых мозг еще раскрыт для новых идей и новых возможностей, собрали здесь, чтобы обсудить проект планировки, чтобы они предложили какие-то, может, новые идеи, новшества, которые и понравятся и застройщику, и будут удовлетворять более качественному жизненному пространству, которое будет создано для граждан в будущем. Обсуждение длилось несколько часов. Проект вызвал интерес. Идею создания социально ориентированного района архитекторы одобрили. И уже после первого обсуждения появились предложения. Среди основных – разнообразить архитектуру самих построек, более детально продумать вопросы благоустройства и инфраструктуры. Хотелось бы какого-то разнообразия именно в жилье, в квартирах, и внести туда экономические стимулы для развития этой территории, то есть какие-то новые места работы, предусмотреть там инфраструктуру не только на уровне аптек и больницы Забирбанка. Это, конечно, недостаточно. Такая встреча стала первым этапом по улучшению первого частного микрорайона. И это прекрасный пример того, что застройщик готов строить не только по своим правилам, а реально прислушиваться к запросам в Алакжан и адаптировать свои проекты для того, чтобы жизнь в нашем городе стала комфортнее и лучше. Следующим этапом станет сотрудничество молодых архитекторов с авторами проекта «Зеленый город» и внесение изменений в план, чтобы следующие дома сделать максимально комфортными для в Алакжан. Юлия Савинцева, Максим Тышковец, Вологда Портал.